Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И давайте сегодня поговорим об ассортименте фикс-прайса, а именно о товарах для хранения, организации хранения. Посмотрим, что же новое и интересное появилось за последние несколько недель. Появилось несколько новых расцветок обычных складных коробок. Это коробки, представленные в серии в разных цветах. Оранжевые, синие, серые, зеленоватые. Имеют размеры 36 на 22 сантиметра, 20 сантиметров высотой. Цена 249 рублей. Еще один вариант складных коробок. Эти коробочки уже стоят 199 рублей. Имеют размер 30 на 30 сантиметров, высота 16 сантиметров. Выглядит интересно за счет неярких цветов и тропического принта. Но, конечно, у таких коробок, как всегда, есть один недостаток, что тяжелые вещи туда не положишь. Ставить одну коробку на другую тоже можно, при условии, что предметы какие-то будут легкие. Например, шапки, шарфы или другая легкая одежда там лежать. Но при этом смотрится довольно мило. И буквально свежая новиночка среди этой линейки коробок. Коробка складная с прозрачной крышкой. Цена 249 рублей. Имеет размер 35 на 17 сантиметров. А вот высота совсем небольшая. Всего лишь 10 сантиметров. И еще один вариант складной коробки с крышками за 249 рублей. Тут материал верха полиэстер. Он больше похож на клееночку. И в этой серии более яркие цвета, которые, наверное, лучше впишутся в каких-то комнатах, оформленных в стиле Прованс. Или же, например, в детских. При всей красоте и интересности вот этих декоративных коробок для хранения, которые можно собрать самим, заметила, что в наших магазинах разбирают их очень и очень медленно. Видимо, все приветствуют ту идею повторного использования коробок после обуви, например, обклеив какими-то остатками обоев или по-другому декорировав. И поэтому, да, это выходит намного выигрышней и выгодней. Но при этом хочу отметить, что выглядят вот эти наборы коробок вполне неплохо. Интересные цвета и в соответствующий интерьер они смогут вписаться вполне добротно. Давайте поговорим с вами о пластиковых товарах. Мои любимые пластиковые корзинки. Имеют размеры 25 на 18 сантиметров, высота 13 сантиметров. И стоят они 99 рублей. Вот такой вариант контейнеров с крышками. Стоят они 199 рублей. И да, друзья, показывая те или иные товары, я не призываю кого-то бежать в магазин и скупать поголовно. Все, я просто показываю ассортимент того, что можно найти в продаже в магазине. И при этом вдруг вы найдете именно ту самую единственную картинку, которая хорошо впишется в ваш интерьер, в ванную комнату. Понятно же, что мы покупаем эти вещи только под собственные нужды. Самая любимая серия пластиковых корзинок это Лофт. Но это лично мое мнение. Меня цепляет она своим лаконичным дизайном и универсальностью применения. Сейчас есть в продаже вот эти большие корзинки за 99 рублей. Общий полезный объем 3 литра 800 миллилитров. Размеры 29 на 18 сантиметров. Высота чуть более 10 сантиметров. Еще один вариант пластиковые корзинки за 99 рублей. Имеет размеры 24 на 16 сантиметров. Высота 14 сантиметров. Универсальные размеры и расцветки. Приглушенные в отличие от предыдущей корзинки за 99. Интересно выглядят корзинки для хранения за 99 рублей. Размеры 19 на 19 сантиметров. Высота 14 сантиметров. Такие корзинки хорошо впишутся в детскую комнату для хранения мелких игрушек. А также для хранения рукодельных штучек. Также выигрышны в своем применении вот эти продолговатые пластиковые корзины. Вообще вариаций таких корзинок, как всегда, бывает очень много. Бывают отличаются они плетением, также наличием или отсутствием крышки, или же каких-то цветовых решений. Например, вот эта корзинка размером 26 на 20 сантиметров стоит 149 рублей. Так как фикс-прайс вовсю готовится к огородному сезону, то как раз в этот период особенно популярными становятся складные ящики объемом 32 литра. Довольно часто в этот период я вижу их в корзинках с покупками других посетителей магазина. Стоят они, правда, 249 рублей. Кто-то скажет, что это очень дорого, но по сравнению с другими магазинами цена вполне оправдана. Мне нравится, что при ненадобности этот ящик можно просто сложить, и он не будет занимать много места. Если вы давно подписаны на мой канал и смотрите мои обзоры, то, я думаю, вы знаете мою любовь вот к такому плану складным полкам. Мне нравится, что они позволяют сделать многоярусное хранение в тех местах, где это не было предусмотрено. Особенно это актуально для кухни в угловых глубоких шкафах, также это актуально в ванных комнатах. И сейчас появились полочки удлиненные большего размера, и стоят они 199 рублей. Вообще задумка с вот такими корзинами для хранения, которые можно стыковать между собой и собирать многоярусные этажерки. Очень классная цена, правда, 249 рублей за одну корзинку. Размеры 38 на 30 см. Такие корзинки и этажерки подойдут особенно для хранения овощей, или же для организации хранения в кладовке, в каких-то мастерских. Не знаю, хотелось бы найти более бюджетный аналог, хотя задумка очень классная. Товар, который я периодически покупаю в фикс-прессе, это различные чехлы для хранения сезонной одежды. Кстати, тоже скоро, буквально через пару-тройку месяцев, мы с вами начнем упаковывать свою зимнюю одежду. Мне чехлы нравятся, но есть у них один недостаток, что слабенькие молнии, и при сильном натяжении может слететь собачка. Самые универсальные и вместительные пластиковые контейнеры, это вот здоровенные боксы из полупрозрачного пластика. Плюсы, что имеются четыре колесика, и тем самым процесс выдвигания и перемешения таких контейнеров становится более удобным. Но минус таких контейнеров, то, что приходится отдельно докупать крышку к ним, и цена, конечно, такого комплекта возрастает. Различные пластиковые боксы. Вот таких коробочек с ячейками в фикс-прессе, как правило, продается большое количество. Вот это недавняя новиночка, бокс из плотного пластика с множеством ячеек. Сюда можно разместить не только какие-то шурупчики, гвоздики и другую мелочевку, но также можно использовать боксы для хранения таблеток, рукодельных штучек, ниток, до всего чего угодно. Угловые пластиковые полки. Продаются у нас набором по две полочки, но если у вас большая высота, можно набрать несколько таких комплектов, состыковать между собой, и получится многоярусная система хранения. Пластик средней плотности, что-то тяжелое, конечно, с нами ведь не стоит, но какие-то пузырьки с бытовой химией такая полка вполне выдержит. В наших магазинах сейчас такие комплекты стоят 249 рублей. Вот такой вариант пластиковых боксов является универсальным и стандартным для фикс-прайса. Стоит 99 рублей. В комплекте крышка, которая закрывается на защелке, имеет полезный объем 3 литра 300 миллилитров. В зависимости от сезона или же от коллекции, такие корзинки могут отличаться только декором. Еще один вариант полок, который лично мне очень нравится, это полки для обуви. У меня же такая полочка стоит под мойкой, и я использую в качестве дополнительной секции для хранения различных кухонных вещей. Так что присмотритесь, такой вариант использования этой полки тоже вполне уместен. За этот сезон впервые появились продажи фикс-прайса пластиковые корзины для белья. Обычные стандартные корзинки небольшого объема смотрятся аккуратно, продаются в нескольких цветах. Цена 299 рублей. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, любите ли вы покупать какие-то корзинки или коробочки из фикс-прайса. Хотя, судя по вашим комментариям, я поняла, что большинство зрителей канала точно любят эту тематику. И если у вас в использовании есть какие-то интересные вещи, интересные коробки и корзинки, которые вы можете посоветовать другим зрителям канала, пожалуйста, напишите в комментариях. Вам будут признательны не только я, но и другие посетители моего канала. До сих пор у нас в магазине нет ценника на вот эти складные текстильные коробочки. Конечно, особой функциональности они не несут за счет маленького размера, но при этом смотрятся очень трендово. Такие корзиночки сейчас популярны и на Алиэкспрессе, и на различных сайтах с мотивационными картинками, например, как на Пинтересте. Можно найти красивые фотографии, где эти корзинки применяют. И, насколько я поняла по другим обзорам, цена на них 199 рублей. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по этим новинкам была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Ну а если вы хотите увидеть другие подборки по другим темам, то также пишите внизу в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok